Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Природа Будущего. Я Лариса Зарубина. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос номер один. Лариса, я всегда смотрю и учусь. В этот раз случайно напуталась, смешала эпин и циркон. Что сделать, чтобы исправить ошибку? Вот смотрите, у нас вышел такой ролик, где мы на канале сказали, я перечисляла и пин, и через дробь вот так циркон. Но всегда это означает, что или, или, друзья, то есть через разделение. Никогда я в роликах не говорила, что нужно их смешивать. Наоборот, всегда говорила, что эпин никогда не смешивать с цирконом. Всегда это используем по отдельности. Поэтому вреда, конечно, вы никакого огромного растения не нанесли. Растение просто, ну, скажем так, встало в ступор. Оно не знает, что делать в данной ситуации. Поэтому просто пройдет какой-то период времени, и все вернется на круги своя. А вот так вот просто в дальнейшем помнить, что эпин с цирконом никогда мы вместе не смешиваем. Так, скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Если после посадки томатов через две недели будет достаточно подкармливать только биоши для томатов, или нужно что-то еще добавлять? Нет, состав биоши очень богатый, и томаты можно совершенно спокойно кормить только биоши. Но смотрите всегда внимательно за растением. Состав почвы всегда очень важен. Важен, чем вы заправляли почву. Иногда бывает так, что мы смотрим на удобрение, видим, что состав богатый, но почему-то растение начинает испытывать голодание. Бывает такая ситуация, например, магния не хватает в почву. Вы полили удобрением. Растение весь магний забрал, вот тот, который вы полили, она его употребила, скажем так, и идет дефицит уже магния. А мы-то знаем, что подкормили. Поэтому всегда внимательно смотрите за вашими растениями. Они точно вам просигнализируют, какой дефицит питания у них начался. Так, следующий вопрос. Скажите, почему пион уже который год не цветет? Можно его пересадить. Пион мы пересаживаем в августе месяце. Ну, скажем так, весь сентябрь совершенно спокойно можно. Август это конец месяца, с конца месяца. Пион может не цвести по нескольким причинам. Мыши могут там устроить гнездо. Может пион заглубиться. И может, когда пион слишком очень сильно разрослый, то есть взрослый пион, он может вот так вот себя провести. Поэтому сделайте выкопку в августе и посмотрите корневую систему. И пересадите вновь. Следующий вопрос. В ролике 4 главных обработки сада в рамках одной баковой смеси предлагался эпиноциркон. А сейчас вы говорите, ни в коем случае перемешивать эти две препараты нельзя. Это как? Я вчера побрызгала деревья кустарники. Я согласна рекомендации из этого ролика. Друзья, ну вот я уже ответила на этот вопрос, что в перечине было всегда через дробь. Но это всегда, это уже принятая такая аббревиатура, аббревиатура, когда уже человек понимает, что или-или, когда идет вот через строку, вот строку. Поэтому, ну просто вы просто недопоняли. Поэтому ничего страшного, я уже на этот вопрос ответила, ничего там страшного такого глобального, то, что убьет ваше растение, не произошло. Это точно. Здравствуйте. Подскажите, можно ли добавлять в мак другие препараты? Нет. В мак добавлять другие препараты нежелательно. Все-таки мак это масляная основа, и как прореагируют другие препараты в масляной среде? Ну, это нужно быть химиком и знать точной реакции. Поэтому я бы вам не советовала. Следующий вопрос. Здравствуйте. Крыжовник ягоды желтеет, затем темнеет. Что делать? Подскажите. Налет черный. Скорее всего, у вас или сажистый гриб, или какое-то другое грибковое заболевание. Мне бы, конечно, хотелось в фотографии посмотреть, чтобы убедиться точно. Но то, что это заболевание, это однозначно. То есть какая-то грибковая проблема. Поэтому сейчас нужно обработать или химической смесью на основе медисодержащих препаратов. Но помните, что уже тогда ягоды, скорее всего, у вас не получится покушать, если вы уже будете ягоды обрабатывать уже, когда ягоды будут на кусте. Поэтому я рекомендую вам сделать биологическую смесь на основе сеной палочки триходерма, обработать, пролить почву, и такую процедуру делать с интервалом 3-5 дней, раз, 4, 5, а может быть даже 6. И обязательно убедитесь, что нет у вас наличия вредителей. Потому что, как правило, сажистый гриб приседает тогда, когда поселяется тля. Она выделяет вот такие вот липкие выделения, и на нее прямо-таки хорошо присаживается этот сажистый гриб. Если это, конечно, сажистый гриб. Следующий вопрос. Здравствуйте. А если только высадят в двухлетние саженцы розы, когда их можно обработать? На некоторых листике уже есть. Обработку можно производить сразу же, как после того, как вы посадили ваше растение. Помните, что обработку биологическим препаратом можно совмещать с посадкой, с кормлением, опять-таки же биологическими препаратами. Если вы посадили растение только что и решили обработать химией, то лучше так, конечно, воздержаться. Потому что химия – это тоже нагрузка для растений стрессовая. Поэтому здесь в данной ситуации выдержать паузу в неделю, может быть, даже лучше в 10 дней, и потом уже обработать. Так, следующий вопрос. Спасибо за видео. Подскажите, чем обработать комнатные растения для блестящей листвы? Вы знаете, я против обработки растений воском для блестящей листвы. Любые препараты эти, которые на основе воска или каких-то других компонентов, они закрывают лист тонкой пленкой, и лист перестает дышать. Такие листы очень быстро отмирают и быстро подвергаются тому, что они просто, ну, знаете, как теряют яркость цвета или еще что-то. Поэтому я свои растения просто мою в чистой воду. Беру губку и каждый листик протираю. Поверьте, блеск тоже появляется, и блестят они прекрасно. Ну, а если вы хотите все-таки добавить именно вот эти препараты, пожалуйста, строго по инструкции обрабатывайте листья. Лариса, добрый вечер. Вопрос по крупнолистной гортензии. Сорт не знаю, но точно не ремонтантный. Я ее хорошо укрыла в воздушно-сухое укрытие с пленкой. Открыла побеги мокрые. Некоторые веточки видно, что спрели. А вот в самом низу основания на толстых ветках почки проснулись. Почек не видно на ветках, пленку сняла, укрытную оставила. Будет ли она цвести на этих почках? Нет, на этих веточках она цвести не будет. У нас почки цветочные, у неремонтантной гортензии находятся верхние две почки. Вот соцветия мы отрезаем и верхние две почки. Вот в них-то как раз и образовываются цветочные почки. Если вы их не сохранили, если сорт у вас неремонтантный, гортензии у вас цвести не будет. Поэтому набирайте терпение, выращивайте листья и укрывайте правильно. Не надо укрывать с пленкой, потому что пленка под пленкой всегда почти растение или выпривает, или замерзает, или еще впрочем. Самый лучший для нее вариант – это сооружение коробов, которое я показывала в роликах. Эффект всегда замечательный. При любой зиме, даже если зима у нас без снега, все равно растения сохраняются. Десятый вопрос. Лариса, возможно, что я останусь без урожая смородины. При обработке вишни препаратом 30+, досталась смородина. У нее уже почки распустились, а кое-где есть листочки в Подмосковье. Ну, не переживайте, ничего такого страшного не произошло. Все равно, даже если ей частично досталось, то есть вы же не потоком обрабатывали. Обрабатывать 30+, это когда настоящая обработка, это до тех пор, пока с листьев начинает капать. Вот тогда у нас образовывается пленочка. А если где-то через распылитель у вас попала небольшая часть, ничего страшного такого не произойдет. Не переживайте, все будет хорошо. Урожай у вас будет. Если, конечно, вы хорошо покормите. У меня на сегодняшний день все. Я прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч.